дорогие друзья всем привет сегодня у меня необычный выпуск сегодня хочу показать вам заброшенную деревню пензенской области которая была основана в 1748 году население в этой деревне когда-то доходило до 1000 человек но на сегодняшний день она абсолютно заброшен вот она это русская деревенька которая к сожалению также как и большинство деревень в россии сейчас заброшена все уже заросло травой ну вот можно увидеть раз дом вот крыша второго дома сейчас я пройдусь если получится зайду в эти дома попробуем сюда зайти здесь кстати походу кто-то ходил недавно видно что тропинка немножко протоптана так все как обычно уже разряно полы вскрыты и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь вот когда-то, друзья, была, скорее всего, русская печь, но сейчас ее всю разобрали, разломали, скорее всего, вытаскивали из нее металл. Что ж, давайте двигаться дальше. Дальше приближаемся к следующему дому. Все, друзья, уже очень сильно поросло бурьяном, травой. Вот здесь вот видите следы от машины, скорее всего, как раз вот сюда заезжают и как раз-таки копают, ищут металл и тому подобное. Вон, если видите, человек приехал, как раз-таки и копает, по-моему. Так, вот два дома. Сейчас постараемся в них попасть. Вот в этот дом навряд ли, друзья, попаду, потому что здесь все заросшее, и плюс еще вот это вот дерево обвалилось. Но я думаю, что там уже ничего и нет. Так, дверь открыта. Здесь, по-моему, тоже уже все в очень плачевном состоянии. Ну да. Здесь была вот печь. Вот это, кстати, уже более современные печи. Они были чуть позднее, чем старинные русские печи. Но и, тем не менее, здесь тоже уже все перерыли, все повыдергивали. По сути, даже не на что-то толком посмотреть. Обычно за домами раньше, вот в этих местах. были огороды, сады, а сейчас все заросло. Блин, друзья, вот в этот дом я не смогу, наверное, попасть. Сами видите, как здесь все тяжело. Сама деревня, друзья, разделялась на две части. Получается, здесь одна часть, а второе ее продолжение вон там. Вот здесь сейчас передо мной, если видно вам овраг, а за оврагом продолжение этой деревни. Вон там он вдалеке, стоят дальше дома. Сейчас я пройду на ту сторону, посмотрим, что еще там. Что ж, друзья, перешел я через этот небольшой овражек. Вон те дома. Вот здесь меня сейчас встречает еще один дом. Но, к сожалению, к нему вообще непролазная трава в мой рост. Так же, вот еще один домик. К нему тоже, к сожалению, пройти не смогу. Хотя, желание, конечно, присутствует. Но здесь трава в мой рост. Сейчас пройдусь подальше по этой улице. Возможно, там получится куда-нибудь зайти в дома. Но здесь уже никак не пройдешь. Смотрел я по старым картам, как здесь раньше располагались улицы. Получается, дома шли. Вот скрозь улица была. Вот ряд. Здесь сейчас много уже домов нету. Крыша у дома обрушилась. А вот следующий дом вполне неплохом состоянии. По крайней мере, с виду. Вот он, друзья, этот более-менее с виду уцелевший дом. Сейчас я постараюсь пройти туда, во двор. Если он открытый, то возможно, я зайду. Видите, какие красивые резные наличники на окнах. Так, здесь можно пройти наверное, через гараж. Крыш. ИНТРИГУЮЩИЯ на дверях висит замок друзья достаточно старый замок замок открытый знаете друзья запах такой вот старины здесь присутствует пахнет старыми старым деревом здесь на удивление очень хорошо все сохранилось но к сожалению все пусто наверное прежние жильцы все отсюда вывезли всю мебель но сюда пока что еще никто не проник и не вскрыл ни полы не печь все цело вот здесь наверное была детская какая-нибудь да вот еще железо в печке присутствует присутствует это баночки скаляночки железный умывальник но из старинной утвари ничего нет что ж ладно вот друзья следом у нас от этого дома еще один заброшенный дом тоже в очень плохом состоянии уже не крыши нет окна тоже выбиты и вот эта вот дорожка которая кем-то здесь протоптано видимо кто-то ездил на машине ведет меня дальше по бывшей деревенской улице я не знаю есть там дома или нет сейчас пройдемся посмотрим на столбах кстати еще сохранились провода вот друзья прошелся я дальше вот здесь вот нашел не похожих на дом но похоже на баню возможно это она и есть потому что сарае из такого сруба не делают обычно здесь вот кстати много следов животных похоже на кабани ну да это баня тоже в очень плохом состоянии кто-то здесь что-то рыл вот банька такой нормальный сруб толстый ну к сожалению в ней уже ничего нету печь тоже уже все вынесли прошелся я еще друзья наверное метров 300 тут меня встретили вот такие вот постройки не знаю что это может быть но это точно не дом хотя может быть когда-то и был дом но слишком маловато для дома может быть был какой-нибудь деревенский магазин но в нем уже к сожалению точно ничего нет там он видно видно что все проросло травой что ж друзья сейчас я перешел поле от того места где я был и здесь вот есть конечно несколько заброшенных домов но дорога здесь очень накатанная и вот там вот на огороде я тут сейчас видел человека и скорее всего здесь живут еще живут люди и возможно я так предполагаю что это уже другое село или деревня нужно просто посмотреть по картам попозже вот и дальше туда нет смысла идти я думаю но вот здесь вот пару домов сейчас посмотрю есть возможность в них пройти или нет чтобы снять для вас трава тоже достаточно высокая трава тоже достаточно высокая самая опасная друзья в такой траве никуда не провалится сейчас я постараюсь пройти в этот дом а соседний дом друзья итак сиду посмотрел ну уж очень он плохом состоянии сейчас я сначала с этим разберемся а потом попробуем пробраться и в тот все за вас заросло малиной итакс 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 здесь уже достаточно современные обои видно что дом был заброшен недавно но уже все из него вынесли либо сами хозяева увезли с собой в принципе ничего нет больше вон уже ласточка свела здесь гнездо все осталось заброшено таких домов друзья тысячи по всей нашей стране что же двигаюсь дальше сейчас попробуем залезть вон в тот дом вон вижу дверь друзья ну к ней пройти конечно это просто серьезная задача а вот здесь вот тоже было какое-то строение раньше может быть даже дом но от него уже ничего не осталось кроме вот этой вот ямы самое главное никуда здесь не провалиться потому что бывало что колодцы ставили рядом с домом и и и и и Старый шкаф Это еще С советских годов Мебель А здесь друзья Так же как и в предыдущих домах Абсолютно все Все полы вырыты Печка Практически разобрато Заброшенные дома у нас В России долго Не хранятся Вот тоже это была печь Какой-то Старенький Заварничек Ну да Здесь уже Даже ходить негде Ну что ж друзья А на этом у меня все Вот так вот вместе со мной Вы побывали в заброшенной деревне Подписывайтесь на канал Те кто еще не подписаны Ставьте лайки Пишите свои комментарии Ну а меня зовут Александр Кошкин Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok